вот пациентки здравствуйте с марта этого года беспокоит боли в левой части живота от ребра до паха в марте произошла сильная почечная колика была установлена нефростома в левую почку через месяц удалена так как не нашли проблему из-за чего произошла обструкция камни и добавочных сосудов и прочих патологий не обнаружили тем не менее иногда продолжаются боли в почке редко а также под ребром иногда левее пупка но чаще всего болит низ живота над пахом в основном слева часто бывает слабость и температура от 37 2 до 37 6 почти постоянно много проведено обследование анализов узи проверенного гинекологов но проблему так и не нашли по описанию данного кт без патологии консультативное заключение по представленным котлетом а грамм пациентки 1985 года рождения дата исследования 30 июня 2020 года область исследования брюшная полость загрешенное пространство внутривенным болюстным контрастированием при анализе результатов использованы построение в аксиальной сагитальной и фронтальной плоскостях в легких на уровне сканирования очаговые инфильтративные изменения не выявлены желудок обычных размеров правильно расположен печень увеличена кк рпд 196 мм кк рлд 48 мм конторы четкие ровные нативная плотность диффузно неоднородно плюс 42 плюс 79 хаусфилда диаметр портальной вены 13 мм желчные протоки не расширены желчный пузырь обычных размеров правильной формы рентген контрастные конкременты не определяются поджелудочная железа обычных размеров с четкими контурами паренхима диффузно неоднородно нативная плотность плюс 20 плюс 66 хаусфилда версунков проток не расширен пара панкреатическая клетчатка не изменена селезенка не увеличена 81 на 43 миллиметра с четкими ровными контурами без rg контрастных очагов надпочечники не увеличена обычная структура диаметр селезеночной вены 9 миллиметров почки не увеличены паренхима однородно чашечки не расширены с обеих сторон лоханки расположены экстрарионально размером справа 20 на 30 на 42 миллиметра слева 26 на 24 на 36 миллиметров сосудистые ножки почек пара нефральная клетчатка структурная рентген контрастные конкременты не определяются почки накапливают и выделяют контраст своевременно мочеточники в зоне сканирования не расширены патологические включения в них не выявлены абдоминальные забрюшинные лимфатические узлы не увеличены свободной жидкость брюшной полости не выявлено поясничный отдел позвоночника умеренно выраженные дегенеративные дистрофические изменения явление субхондрального склероза замыкательных пластинах тел позвонков снижение высоты межпозвоночных дисков по удальном направлении тенденция к формированию клювовидных разрастаний при внутривенном болюстном введении контраста очаги патологической эвоскалилизации не выявлено парахематозные органы накапливают контраст без особенностей заключение к т-картинок гепатомигалии диффузных изменений ткани печени поджелудочной железы тенденции к формированию портальной гипертензии экстраренальное расположение лоханых почек минимальная двухсторонняя пиелоэктазия умеренно выражены дегенеративные дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника рекомендована консультации терапевта уролога ассистент кафедры кандидат медицинских наук котов м а комментарий врача рентгенолога относительно почек у вас один из их вариантов развития когда лоханки почек расположены снаружи от корпуса почки также они несколько расширены это создает предпосылки для нарушения оттока мочи и соответственно формирование конкрементов и развития инфекции на данный момент конкрементов патологической извитости мочеточников нет вам будет иметь смысл показаться урологу есть увеличение печени диффузные изменения ткани ткани поджелудочной железы с этим надо обратиться к терапевту без анализов сложно сказать чем вызваны эти изменения терапевту без анализов Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова